Добрый день, братья и сестры! 25 февраля Святая Церковь чтит икону Матери Божией, именуемой Иверской. Матерь Божия была одна у нас, но иконы ее великое множество, и в православном христианском мире, как нигде больше, почитается Матерь Божия и ее разнообразные иконы. И вот одна из таких чудотворных икон называется Иверская. История иконы этой очень интересна. В богоборческие времена, в начале IX века, у одной благочестивой вдовы, проживающей недалеко от города Никея, хранилась в доме икона Божией Матери. И при императоре Феофиле, императоре-богоборце, воины по приказу властей сдирали иконы со стенов храмов, монастырей и врывались в дома верующих людей и убирали иконы со стен, ибо они по ложному своему убеждению считали, что кланяться иконе – это совершать грех идолопоклонства. И воины, войдя в дом благочестивой вдовы, увидели на ее стенах икону. И один из воин в злобе пронзил копьем лик Божией Матери, и оттуда потекла кровь. Благочестивая вдова, желая спасти икону от поругания, пообещала воинам царя деньги, только чтобы эту икону оставили хотя бы еще на одну ночь в ее доме. Когда воины удалились, то женщина вместе со своим сыном втайне ночью отнесла икону к морю и, помолившись, положила ее на воду, отдавая ее волю Божию. И икона стоя поплыла по морю и приплыла к берегам Афона. На следующий день афонские монахи издали увидели днем огненный столб, исходящий от иконы и восходящий на небо. И так было несколько дней, и они решили эту икону обрести. И одному благочестивому монаху с именем Гавриил, Матери Божией сказала, чтобы тот на следующий день безбоязненно пошел по воде и взял ее икону на руки и принес на берег. И Гавриил, помолившись с братьей Афонского монастыря, так и сделал, осенив себя крестным знанием, пошел по воде, как по суше, и принял на свои руки икону Богородицы, принес ее на берег, где братья монашеская отслужила молебен, и с достоинством, с честью отнесла икону, обретенную в алтарь своего храма. Но наутро случилось чудо. Иконы в алтаре не оказалось. Она оказалась над вратами монашеской обители. Ее монахи вернули снова в алтарь. И снова на другое утро икона вновь оказалась над вратами монашеской общины. И так продолжалось несколько раз, пока Матерь Божия не явилась благочестивому иноку Гаврилу и сказала, «Я не хочу, чтобы вы, монахи, меня охраняли, но, напротив, я вас буду оберегать и охранять». И с того момента икону водрузили над вратами при входе в монастырь. И поэтому эта икона Иверская Матери Божией называется по-другому – вратарницей. То есть она защищает обитель, защищает иноков своим святым покровом. И мы ее называем Иверская икона, потому что монастырь, в котором она пребывает, афонский, называется Иверским монастырем. Икона Иверской Матери Божией прославилась многими чудесами. И слух о ее чудесах дошел до пределов Российской империи. И по просьбе архимандрида Новоспасского монастыря будущего патриарха Никона список с этой иконы прибыл в Россию. Это произошло 13 февраля 1648 года. Ее установили в Москве, специально для нее построили часовню при входе на Красную площадь. И с той поры москвичи особо почитают Иверскую икону Матери Божией. Она считается покровительницей града Москвы, столицы нашего российского государства. И мы с вами, обращая взор к иконе Матери Божией Иверской, просим заступницу усердного рода христианского помогать и нам повседневной жизни, защищать наше Отечество и нас святым покровом от бед, невзгод, болезней, потому что Матери Божия считается заступной усердницей всего христианского рода. Как вы уже знаете, наверное, 2 марта наступает Великий Пост, когда мы будем готовиться к принятию самого главного праздника нашей Православной Церкви, праздника Воскресения Христова, праздника Святой Пасхи. Но перед праздником, согласно церковному уставу, мы с вами должны подготовиться духовно, попаститься, поговеть, а самое главное, раскаяться в грехах своей повседневной жизни. Потому что мы круглый год живем в суете, в своих заботах о хлебе насущном, вольно или невольно, осознательно, нечаянно грешим перед Богом, обижая своих ближних, своих дальних, осуждая, раздражаясь, гневаясь. И вот для того, чтобы достойно встретить праздник Святого Христового Воскресения, праздник Святой Пасхи, мы с вами должны подготовить себя духовно, очистить от греховной скверны. И накануне начала Великого Поста 1 марта в нашей Церкви есть такая благочестивая традиция испрашивать друг у друга прощения. Поэтому это воскресенье перед началом Великого Поста еще называется прощенное воскресенье. История этого обряда, этой традиции, и спрашивать друг у друга прощения, исходят далекие времена к палестинским монахам, когда они накануне начала Великого Поста расходились из своих монастырей по пустынным местам, и там в уединении молились Богу, молились о спасении своей души, о спасении всего мира, то есть совершали аскетический монашеский подвиг, дали от посторонних глаз, наедине с Богом. И к началу Старостной Седмицы монахи возвращались в свои обители. Но бывало так, что некоторые монахи из-за преклонного возраста или из-за болезней не возвращались в обители, а умирали в пустыне. И поэтому, зная об этом, что пустыня суровое место, монахи перед началом Великого Поста старались друг у друга попросить прощения, дабы они не знали, вернутся ли они к Пасхе в монастыре, или их уже не будет на этой земле, или они, может быть, уже придадут свою душу Богу. И поэтому с этих давних времен, на примере палестинских монашеских общин, и мы с вами сегодня живущие, также просим друг у друга прощения для того, чтобы с чистым сердцем, свободным от обид, от злобы человеческой, вступить в подвиг Великого Поста. Потому что смысл Великого Поста заключается в том, что победить свою гордыню, победить свои обиды, избавиться от них, смириться перед Богом, перед людьми, и самое главное, победить само себя, свои греховные страсти, желания, свои греховные похоти. Наверное, самое тяжелое в этом мире — победить само себя, потому что других людей, как вы прекрасно понимаете, можно обмануть, можно показаться лучше, добрее, умнее, чем ты есть на самом деле, но ведь Бога, да и само себя не обманешь, от себя никуда не убежишь, и совесть рано или поздно будет обличать тебя за твою неправду, за твое лицемерие или за твое фарисейство. Поэтому мы с вами должны перед началом Великого Поста искренне, от души, от сердца попросить прощения у своих близких, дальних, сродников, близких, друзей, коллег по работе, потому что, может быть, нечаянно или сознательно мы их обижали, вольно или невольно, причиняли им душевную боль, и поэтому очень важно с сердцем свободным от обид, зависти, злобы вступить в дни Святой Черездесятницы, чего вам и себе я искренне желаю. Поэтому, братья и сестры, искренне желаю вам перед началом Великого Поста самим простить своих обидчиков и недоброжелателей, и самим испросить у них прощения, потому что Господь наш Иисус Христос сказал, «Какой судом вы судите людей, так и я вас буду судить. Как вы простите людям согрешение их, так и Отец мой Небесный простит согрешение вам». Поэтому, если мы желаем, чтобы дни Святой Черездесятницы пошли на пользу, на исправление нашей души, и мы с вами должны простить всех от души и сердца, и самим, перешагнув через свою гордыню и свое «я», суметь попросить прощения у наших близних и наших дальних. Небольшой, но необыкновенно теплый и уютный храм во имя святых, мучеников и бессеребренников Кира и Анна никогда не пустует. Возведенный на территории городской больницы, освященной в 2017 году, он является прибежищем для многих – пациентов и их родных, персонала лечебного учреждения и жителей микрорайона Верхняя терраса города Ульяновска. «Этот храм находится на территории больницы. Я думаю, что это не случайно, потому что каждый человек может зайти, помолиться о своей беде, возможно, какие-то заболевания, возможно, родственники, поплакаться. Здесь он всегда получит утешение. У нас очень замечательный батюшка. Он справедливый, строгий, и в то же время он очень хорошо, он с любовью, с добром относится к людям». Разделить радость престольного торжества с духовенством и мирянами прибыл митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Владыка возглавил божественную литургию. Каждый в этот день молитвенно обращался ко Господу Богородице и святым бессеребренникам Киру Иоанну. «Всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков». Эти угодники Божии жили в Александрии во второй половине третьего начале четвертого века. Святой Кир был врачом. Он исцелял не только своим врачебным искусством, но и молитвой ко Господу. Во время гонения Диоклеана святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни. Некий благочестивый христианин, воин Иоанн, услышав о святом Кире, всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Кто же были эти люди? Это были праведные христиане, которые не только своей жизнью, но и деланием подтверждали веру Христову. Кир был очень хороший врач. Он исцелял людей при этом не только своим искусством, но и Словом Божьим. По его проповедям очень много язычников приняли христианскую веру. Святые Кир и Иоанн, по сути, приговорили себя на мученическую смерть, решив поддержать и укрепить женщину Афанасию с тремя юными дочерьми, которых схватили за исповедание веры Христовой. Сначала на глазах святых были убиты эти благочестивые женщины, а потом здесь же были жестоко казнены святые Кир и Иоанн. Мы с особенной верой вспоминаем имена святых мучеников-бессребреников Кира и Иоанна, когда совершается таинство Елея освящения. Мы обращаемся к святым врачам, прося, чтобы они были нашими целителями и молитвенниками перед Богом. С этой верой и сегодня мы идем в храм, который посвящен памяти святых-бессребреников, мучеников Кира и Иоанна, и молимся, чтобы они исцелили наши недуги и духовные, и душевные, и телесные. В завершении божественной литургии перед образом святых было совершено молебное пение. Святые мученицы и бессребреницы Кир и Иоанне, молите Бога! Всякий приходящий в этот храм обращается в своей молитве к святым бессребреникам Киру и Иоанну, чтобы они предстательствовали перед престолом Божиим, прося Всевышнего об исцелении души и тела. У нас большая икона в храме расположена, там частиц мощей их установлено, и люди также могут прийти поклониться, приложиться к этой иконе, попросить здравия. Очень много больных приходит, даже некоторые, которые раньше в храм не ходили, они, когда вступают в больницу, начинают приходить в храм, то есть как бы даже начинают с этого путь воцерковления. Храм святых бессребреников Кира и Иоанна за три года стал вторым домом для его настоятеля, отца Александра, матушки и прихожан. Об этом можно судить по их словам и делам. Строгость уклада, радушная атмосфера, постоянная забота о храме – все это красноречиво говорит об искренней любви к Господу, Богородице и святым угодникам Божьим. Наталья Шуплецова, Владислав Ролов, Симбирская, Митрополия. В праздник Сретения Господней архипастер Симбирска возглавил божественную литургию в одноименном храме города Ульяновска. В день престольного торжества, лики святых в золотом убранстве, белоснежные стены храма и постоянные прихожане встречали здесь верующих со всего города. Многие пришли сюда специально, чтобы встретить Сретения Господни вместе со своим архипастерем. Сретенский храм молодой даже по современным меркам. Его история началась чуть больше семи лет назад с маленького кафе на конечной остановке одного из городских автобусных маршрутов. Закусочных в густонаселенном молодом и растущем микрорайоне на тот момент была масса, а храма ни одного. Вот тогда и возникла мысль оборудовать в помещении вместо забегаловки молельную комнату, где очень быстро образовался полноценный приход, вспоминает одна из старожил Вера Кирилловна. Наверное, сначала человек 10-15 был на службе, а потом стало столько много, что на улице стояли люди. Да, да. Приходили, не умещались здесь в здании и стояли на улице, начиная с крыльца, с колясками. Из крошечного закутка за четыре года храм разросся до неузнаваемости. Желающих помолиться стало в разы больше. На сегодняшний день в воскресной школе не хватает мест. И это не предел, уверена прихожанка. И сейчас здесь, мне кажется, с каждым годом все больше и больше людей. Дома-то строят, храм это уже маленький, надо еще. И душа моя радуется, когда я вижу, молодежь несет детей своих в храм. Это наше будущее. Значит, Россия не погибнет. Раз люди приходят в храм, значит, они нашли смысл своей жизни. Почти все, кто пришел в этот день в Сретенский храм, приняли святое причастие. Владыка поздравил всех собравшихся с праздником и в своем архипастерском слове отметил, что в этот день Святая Церковь празднует воистину историческое событие. Но, по сути, встреча человека с Богом происходит каждый раз, когда мы переступаем порог храма, чтобы помолиться и причаститься к святых христовых тайн. Вот что мы получаем в таинстве Евхаристии, в таинствах Святой Церкви. Мы почерпаем благодать искупления, которую даровал нам Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Ради этого Он и пришел на землю. Ради этого и явился в храме своем, чтобы показать себя, явившегося на спасение мира. И возлежащего на руках Пречистой Девы Богородицы. Вот этот праздник встретения, встречи Господа в храме, а по сути, встречи Бога с людьми и празднует сегодня Святая Церковь. В завершении торжества Владыка благословил всех собравшихся и пожелал им, чтобы благодать от встречи с Господом никогда не покидала их души и сердца. Наталья Шупельцова, Елена Гончарова, Владислав Ролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам пришел вопрос, можно ли развенчаться, бери присутствие супруга или супруга. В церкви есть таинство венчания. Таинство развенчания не существует. Для того, чтобы развенчаться или, то есть, по-другому получить разрешение на вторичное венчание, вы приходите в епархию, пишете заявление на имя правящего архиерея, и вам определяют определенный день, когда вам нужно прийти одним, без супруга. Это допускается. Есть ли разница между понятиями Бог и Господь? И если есть, то в чем она? Вообще, в Библии встречается достаточно много количества имен Божьих, которые как раз отражают одно из свойств сущности Божьей, которые в принципе в своей сущности непостижимы. И вот слова «Бог» и «Господь», если их переводить на русский язык, встречаются наиболее часто. И вот слово «Бог» — это перевод с еврейского имени «Элохим». Это имя пишется в Библии, когда нужно противопоставить единого истинного Бога, единого множеству идолов, множеству языческих богов, богов с маленькой буквы. Поэтому и, соответственно, на славянский, на русский языки это имя «Элохим» переведено как слово «Бог», то есть «Бог» — истинный Бог. Слово «Господь» встречается в Библии более 6000 раз. И вот если переводить, опять же, как перевели это слово с еврейского, в еврейском это слово пишется из четырех букв, и евреи с древних времен по своему благоговению не произносили это имя Господа вслух. То есть вот это четырехбуквенное обозначение, тетраграмматон, как некоторые называют, никогда не произносилось евреями вслух. И вот переводчиками на русский, на славянский языки оно переведено как слово «Бог». И оно пишется чаще всего тогда, когда нужно обозначить, что непостижимого абсолюта в своей сущности Бога. То есть вот Бог как великий абсолют, как творец всего, и тогда он пишется, вот этот тетраграмматон и переводится как слово «Бог». То есть в принципе это название одного и того же, да, то есть только разные имена Бога, который един в своей сущности, да. Но вот чтобы понять разные его свойства, его по-разному, скажем так, называют. Согласно канонам, поститься мы с вами должны начинать в тот момент, когда мы отрываемся от маминой груди, то есть в возрасте двух, трех, максимум четырех лет. И самое главное, как мы будем с вами переучать ребенка к посту, если сами не постимся? Потому что самый главный пример для ребенка — это родители. И если папа с мамой соблюдают православные посты многодневные, соблюдают среду и пятницу, если они утром и вечером встают на исполнение молитвенного правила, то точно так же и ребенок, подражая им, будет совершать вот эти вот посты. Конечно же, в самом начале, когда ребенок только-только еще начинает входить в этот подвиг, нельзя чрезмерно нагружать его. Конечно, освободить его от потребления мяса и, как вы пишете, от всяких вкусностей, не смотреть мультфильмы или ограничить время мультфильмов, ограничить потребление вот этих вкусностей, сладостей, конфет, печенья. И в тот же момент у нас еще с вами существует такое в современном мире, это как разные заболевания. Все-таки подвиг поста должен сообразовываться с нашими с вами заболеваниями. И если, допустим, ребенку нужно больше потреблять кальция, то как вы можете ему запретить есть творог или не дать этот творог, когда ему нужно по назначению врача? Ему будет плохо, он еще хуже может заболеть, болезнь у него обострится. Поэтому пост нужно согласовывать все-таки с назначениями врачей, особенно у малых детей. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам поступил следующий вопрос. Что делать с волосами, которые состригли при крещении? Нам их отдали. Что такое вообще обряд пострижения? То есть это символ посвящения Богу. То есть речь идет о том, что любой крещеный, в него вложены слишком большие дары. Это большая святыня, и этот человек не может уже принадлежать сам себе. Конечно, это восходит к обряду назарейства, посвящения Богу еще из Ветхого Завета. Что делать с этими волосами? Эти волосы являются жертвой Богу. То есть это, конечно, формальность, да, но это в силу того, что это посвящение Богу, это святыня. Ну, что с ними делать? В идее их надо сжечь. Может, там, сухой колодец, как мы поступаем со святыней, как с испорченными просфорами поступаем. То есть, ну, вот так как-то надо обойтись с этим. Субтитры создавал DimaTorzok